Добрый день, коллеги! Я надеюсь, что среди вас присутствуют представители ВУЗов. Наш вебинар будет особенно полезен тем, кто занимается продвижением ВУЗа и работает в приемных комиссиях и обеспечивает прием. Но если таких слушателей не окажется, то вполне вы можете рассказать своим коллегам о том, что существует такой очень эффективный инструмент для привлечения абитуриентов в ВУЗ. Каждый ВУЗ хочет привлечь самых лучших абитуриентов и в последние несколько лет разворачивается достаточно серьезная конкуренция среди ВУЗов за самых лучших и талантливых абитуриентов. И поэтому любой ресурс, который помогает это сделать, в общем-то, важен для абитуриентов и ВУЗов прежде всего. Я начну с рассказа об аудитории сайта и как эта аудитория сайта превращается в аудиторию ВУЗов. В этом году был запущен Яндексом такой сервис, как Яндекс.Радар. И там содержатся сайты, которые имеют самую большую аудиторию в Рунете и разбиты на тематические площадки. Цифры, которые можно видеть в Яндекс.Радаре, относятся лишь только к России. То есть в реальности, если взять еще ближнее зарубежье и дальнее зарубежье, то аудитория сайтов больше. Здесь представлена только аудитория по России. И вы видите, что в топ-интернет-проектов России по теме высшее образование сайт Поступи Онлайн находится на первом месте. И за прошлый месяц у него было почти 1,7 млн посетителей только из России. Если мы сравним сайт Поступи Онлайн с такими сайтами, как Учеба, ВУЗ ЕДУ-нетворк, ЕДУ.РУ – это общероссийский портал об образовании, а также сайт для абитуриентов Министерства образования «Поступай правильно» мы увидим позицию Поступи Онлайн, что он сайт номер один в России. И, к сожалению, сайт Министерства образования «Поступай правильно» имеет очень маленькую аудиторию, несмотря на то, что многие ВУЗы получили серьезные инструкции по заполнению этого сайта и вынуждены наполнять его. И достаточно серьезные проблемы могут возникнуть, если не наполнить этот сайт. На сегодняшний день сайт Министерства образования – это примерно 2-3 тысячи человек в месяц. Всего лишь, не знаю, как будет в приемную кампанию. В приемную кампанию, наверное, конечно, побольше, но в любом случае этот сайт, к сожалению, не располагает аудитории. Аудитория нашего сайта сегодня поменялась по сравнению с тем, как мы ее запустили. Ранее у нас было больше абитуриентов, меньше родителей. Теперь аудитория сайта становится старше, заметно. Чуть больше половины – это абитуриенты. Примерно 12-15% – это магистранты, которые подыскивают себе магистратуру. И остальные пользователи – это родители. Значительная часть пользователей, около 60%, заходят на наш сайт с мобильных устройств. Сайт, конечно же, адаптирован под мобильные устройства, и мы постоянно работаем над юзабилити, прежде всего, на мобильных устройствах. Трафик сайтов в период приемной кампании прошлого года. Мы были очень удивлены, да, и сами не ожидали таких пиков. Но 3 июля, когда ребята получили последние данные по результатам ЕГЭ, посещаемость сайта составила почти 400 тысяч человек за одни сутки. Вот вы видите график, да, вот приемная кампания, и как она выглядит в ходе, вот примерно в районе начала июля. Выглядит вот таким образом трафик сайта. Соответственно, практически каждый абитуриент России заходит на наш сайт в период приемной кампании. Ну и что, собственно говоря, такой трафик может дать вузам? Здесь вы видите аккаунты двух вузов. Первый – это СПБГУ, это крупный вуз с большим количеством программ. И небольшой вуз РГУТИС, у которого программ значительно меньше, в 10 раз, наверное, меньше. И какая эффективность сайта по результатам года, в течение года, произошла за период. Мы мониторим несколько показателей. Первый показатель – это какое количество объявлений вузов и различных страниц вуза с его логотипом мы показали. Вот логотип СПБГУ был показан 122 миллиона раз в течение года. При этом совершилось 25 миллионов переходов. Совершилось около более 30 тысяч действий в воронке продаж по принятию решений и выборе образовательной программы. В результате СПБГУ получил в течение года больше 17 тысяч абитуриентов от сайта «Поступи онлайн». И небольшой сайт. Небольшой сайт – это примерно 17 миллионов показов логотипа вуза на различных страницах вуза. Это 355 тысяч переходов на страницы вуза, 4,5 тысячи действий, больше там почти 4600 действий в воронке продаж и 3200 абитуриентов. Для маленького вуза, у которого всего 25 программ, это достаточно большие тоже цифры. То есть сайт работает очень эффективно именно как воронка продаж по привлечению абитуриентов и для крупных вузов, и для небольших вузов. И оказывает существенное влияние на привлечение абитуриентов. Почему абитуриенты так любят наш сайт и почему это так эффективно для вуза? Потому что мы построили сайт как интерактивный справочник абитуриента, который позволяет построить траекторию получения образования. В каждый момент времени абитуриент находится в разной ситуации принятия решений. Кто-то определился с профессией, кто-то определился с учебным заведением, кто-то определился со специальностью или профилем образовательным. Кто-то знает только ЕГЭ. И из каждой точки можно простроить трек принятия решения. Благодаря тому, что все объекты базы данных, по которым пользователь принимает решения, винины между собой. Таким образом, выходя на один из объектов, который известен, на одну переменную, которая известна нашему пользователю, он может выстроить все поле принятия решения. Если же он не знает ничего ни об одном объекте, он может начать с профориентационных тестов, выйти на профессию, через профессию выйти уже на профили образовательной специальности, предметы, ЕГЭ, учебные заведения и конкретные образовательные программы. Этот подход позволяет пользователю достаточно легко находить, простраивать весь трек принятия решения. Поступи онлайн сегодня – это крупнейший справочник абитуриента. Он содержит практически половину всех вузов России. Мы постоянно работаем над тем, чтобы вузов становилось больше. Я думаю, что до конца года мы закроем все вузы. И это на сегодняшний день уже 79 городов. В общей сложности у нас будет порядка 330 городов России, в которых есть вузы. Это самый большой атлас профессий. 2600 профессий в атласе. И каждая профессия связана с образовательным профилем и связана с шкалами профориентационных тестов. Поэтому профессия здесь является таким мостиком между состоянием «я вообще не знаю кем быть» и «куда же мне все-таки пойти учиться на конкретную профессию». Профориентационное тестирование представлено самыми простыми тестами для того, чтобы ребенок мог сам прикинуть, сориентироваться, прочитать интерпретации и каким-то образом начать двигаться в сторону принятия решения. Мы специально не брали сложные профориентационные тесты, выполняющиеся более 15 минут. Каталоги вузов и колледжей. Удобные фильтры различные, возможность фильтровать по городам, возможность отфильтровать даже весь сайт по одному вузу. Связи каталога, то есть на каких страничках находятся. У нас есть странички профессии, страничка специальности, направления подготовки. У нас есть карточка профиля образовательного, и каждая карточка содержит список вузов, где можно получить образование по данной специальности, где есть необходимые профили образования, и которые позволят получить определенные профессии. Для абитуриента, который определился с вузом, он может, есть такая специальная настройка, покажу эту настройку сейчас, сейчас возьму указочку. Вот здесь вот есть настройка, вот такая, либо здесь она есть тоже. Здесь поиск, здесь поиск по вузам есть, с настройкой дальнейшей сайта по вузу. А если вы находитесь на страничке вуза, можно нажать вот это колесико, и появится такой флажочек с логотипом вуза. Это значит, что весь сайт поступил онлайн, отфильтрован по конкретному вузу. И все функции, которые есть у сайта поступил онлайн, а именно, можно пройти тесты в рамках контента вуза, можно воспользоваться тестом шансов на поступление, калькулятором ЕГЭ, можно искать по ЕГЭ любые объекты, специальности, профессии в рамках контента вуза. То есть все будет контент вуза, и даже верхнее меню станет контентом вуза. Для вуза это большой плюс в том, что такой абитуриент, который уже определился с вузом и настроил сайт по вузу, он не соскользнет куда-то в сторону и будет находиться в рамках контента и двигаться по воронке принятия решения. На нашем сайте можно сравнивать учебные заведения. Безусловно, можно сохранить неограниченное количество учебных заведений в личном кабинете и сравнивать их по каким-то формальным признакам. Но мы разработали сервис, который сравнивает учебные заведения по 50 критериям. Для этого мы взяли открытые данные Министерства образования по мониторингу вуза, по трудоустройству выпускников вуза, а также собственные данные нашего сайта. В результате у нас появилось 50 критериев, у нас появилась красивая инфографика, и у нас появилась возможность построить персональный рейтинг вузов для конкретного абитуриента. Для этого он должен нажать вот эту кнопочку, указать, какие критерии для него наиболее важные, и система ему распределит места с точки зрения его приоритетов по пяти вузам. Сравнение идет по пяти вузам в данной ситуации. Каталог специальностей высшего образования. Конечно же, это бакалавриат, специалитет и магистратура. В этом каталоге представлены направления подготовки. Можно фильтровать по укрупненным направлениям подготовки. И далее каждая карточка будет содержать множество информации для абитуриента о различных характеристиках этого направления. Каталог профилей и программ. Я хочу сказать, что «Поступи онлайн» – это единственный сайт, содержащий каталог профилей образовательных программ вузов. Все остальные сайты содержат в основном только специальности и направления подготовки. Такая детализация потребовала нас просто гигантской работы по описанию каждого профиля, по соотнесению данных по каждому профилю. Если вы внимательно посмотрите этот каталог, вы просто оцените, какой объем работы стоит за этим. Но это позволяет абитуриенту не ошибиться с выбором учебного заведения, с выбором той программы образовательной, которая позволит получить определенную профессию и сделать ту карьеру, о которой мечтает ребенок. Атлас профессий в связи с тестами. То есть ценность нашего атласа не просто в том, что мы перечень некий профессий, а в том, что каждая профессия связана не со специальностью даже, а именно с профилем. Потому что одна специальность может иметь сотни профилей, и каждый профиль будет предполагать разную карьеру на выходе, разные профессии на выходе. Связать профессию можно лишь только с профилем. И мы сделали огромную работу по связям профилей и профессий. Это очень трудоемкий и интеллектуально емкий процесс. Мы на сегодняшний день уже написали систему нейронную сеть, которая на основе тех данных, которые мы уже сделали, вместе с экспертами по каждой отрасли, по каждому направлению, она уже может самостоятельно подбирать для каждого профиля определенные профессии. Калькулятор ЕГЭ – оценка шансов поступления. В отличие от таких стандартных калькуляторов, наш калькулятор достаточно интеллектуален и имеет некие допущения, которые позволяют более точно. И в итоге вы получаете не просто специальности, а вы получаете именно профили, список профилей наиболее подходящих конкретных вузов. Проходить калькулятор ЕГЭ на нашем сайте можно по всем вузам вообще, по вузам конкретного города, по конкретному вузу, по конкретной специальности и в рамках ее профилей, и по конкретному профилю. То есть он моногомерен с точки зрения ввода данных. Личный кабинет абитуриента. Кабинет абитуриент может сохранить любые объекты, с которыми он взаимодействует на сайте у себя в личном кабинете, вернуться к ним потом, пересмотреть, что-то отбросить, что-то оставить, что-то выделить из фона, решить, что я буду поступать. Также в личном кабинете сохраняются результаты тестов, которые можно пройти на сайте поступки онлайн. Ну и как же, собственно говоря, выглядят страницы вуза на сайте, как выглядит представительство вуза на сайте. Это главная страничка вуза. Она содержит огромное количество разделов. На главной страничке выводится краткая информация о вузе. Можно раскрыть. Там будет более большая статья. И, как правило, мы обязательно вставляем видео. Вузы делают видео для абитуриентов. Мы стараемся тоже максимально визуализировать информацию. Здесь есть визуальный ряд студенческой жизни, фотографий вуза, для того, чтобы у абитуриента сложилось некое впечатление о культуре вуза, о том, как он живет, чем он дышит, чтобы он почувствовал вуз. И есть в новости для абитуриентов конкретного вуза какие-то анонсы неоткрытых дверей. Мы также видим календарик абитуриента. Здесь, конечно же, есть раздел «Календарь абитуриента», но наш календарь является сквозным. Самые события ближайшие выводятся на все странички вуза. А если не соответствуют каким-то определенным разделам, выводятся только на те программы или те разделы, в которых принципиально важно разместить информацию об этом событии. Мы видим кнопочки действий. Можно вуз сохранить, можно задать вопрос, можно проверить шансы поступить и так далее. Какие-то действия, которые позволяют человеку принимать решения и двигаться по воронке принятия этого решения. Здесь я расположила новый дизайн, который мы сейчас делаем полный редизайн сайта. Мы проанализировали юзабилити сайта. Мы строим совершенно новые интерфейсы от мобильного устройства для того, чтобы сайт стал еще более удобным на мобильных устройствах. Поскольку количество пользователей, выходящих на сайт с мобильных устройств, каждый год растет, и я думаю, что уже в ближайшее время это будет 70-80%. Направление бакалавриат и магистратуры. Конечно же, направление – это то, чем оперирует в основном абитуриент, потому что, как правило, о профилях вуз сам не афиширует информацию, и они мало знают, что о профилях. Поэтому список направлений подготовки и специальностей, конечно же, присутствуют в разделе. Вот раздел «Специальности» вуза и, соответственно, «Специальности». Их можно фильтровать по ЕГЭ. Всегда фильтр ЕГЭ присутствует у нас всегда на всех практических страницах. У нас даже профессии можно фильтровать по предметам ЕГЭ. Ну и, соответственно, укрупненные направления. Если посмотреть внимательно на специальность вуза, вот специальность – это не просто специальность вообще, а это специальность конкретного вуза. А в данной ситуации это финансовый университет. Мы видим, что у специальности экономика, направления подготовки бакалавриата экономика, есть 20 профилей получения образования, возможностей. И они очень-очень разные на самом деле. Мы можем отфильтровать, соответственно, их по направлениям, например, логистика, маркетинг или финансы, и подобрать необходимый профиль. Мы можем видеть, какие профессии можно получить, обучаясь в финансовом университете на направлении подготовки экономика. И можем посмотреть также заработную плату и трудоустройство выпускников финансового университета по специальности бакалавриата экономика в сравнении с тем, как выглядит эта ситуация во всех вузах России. Вот светло-зеленая полосочка – это все вузы России, а темно-зеленая полосочка – это финансовый университет, выпускники финансового университета данной специальности. И мы видим, что заработная плата выпускников финансового университета значительно выше, чем в среднем по России, и доля трудоустройства выпускников тоже выше. Нам становится понятно, что финансовый университет, он котируется по данной специальности, и что его выпускники считаются одними из лучших и получают лучшие рабочие места, и получают более высокую заработную плату, чем выпускники других вузов. И мы принимаем решение, что да, это стоящий вуз, стоящая специальность в этом вузе. Программы бакалавриата и специалитета финансового университета. Вот разделы здесь есть бакалавриат и специалитет и магистратура. Рассматриваем раздел бакалавриата. Видим проходные баллы, бюджет и плат на стоимость обучения, если она есть. К сожалению, в этом году еще не выложили стоимость обучения. Многие вузы выкладывают только к 1 июня. И видим, какие есть образовательные программы. У каждой образовательной программы есть тоже свои разделы. Вот мы перешли на образовательную программу вуза финансовый университет. Видим, какие требуются экзамены. Видим, какие были проходные баллы прошлого года. Видим ключевые моменты. Видим описание программы с учебным планом, кратким. Обычно мы выкладываем только профессиональные дисциплины. Мы также можем совершать разные действия с этой программой. А можем посмотреть детали дальше. Посмотреть также карьеру и трудоустройство выпускников. Но это касается той же специальности на самом деле. И варианты обучения по данной программе. Варианты предполагают платно, бюджет, бюджет и платно. Или же очная, заочная, очно-заочная форма обучения. Это варианты получения образования по данной образовательной программе. Также мы можем видеть, какие профессии мы можем получить по окончанию данной программы. У финансового университета, соответственно, благодаря тем связям, которые мы проставили, и связям в базе данных, которые я указывала выше, можно увидеть все профессии, которые можно получить в финансовом университете. И можно выйти на образовательную программу через профессию. Например, нам понравилась профессия Big Data Analyst. Мы можем нажать на ссылочку, выйти на программу и увидеть здесь в разделе, какие программы финансового университета позволят получить данную профессию. И это будет все в рамках контента конкретного вуза. Как выглядит карточка профессии вуза? Также есть описание, есть рынок труда профессии. И рынок труда профессии у нас получается онлайн. Мы берем эти данные по API у сервиса Яндекс.Работа. Этот канал открыт Яндексом только для нас на сегодняшний день. И мы получаем вот такие уникальные данные на основе всех сайтов, которые агрегируют Яндекс.Работа. И предоставляем пользователю данные по количеству вакансий по данной профессии. Можно, соответственно, проанализировать востребованность профессии на текущий момент. Средняя заработная плата, минимальная, максимальная. Распределение заработных плат, в том числе и даже в разных городах по данной профессии. Можем видеть, какие программы финансового университета позволяют получить данную профессию. У карточки вуза, соответственно, есть подразделения. И очень многие абитуриенты ищут именно по подразделениям необходимые программы. Они знают, что есть какие-то факультеты. Вот, ищут факультета. Соответственно, мы не могли не предоставить такую возможность абитуриентам искать информацию по факультетам. Каждый факультет, как отдельный вуз, имеет всю ту же инфраструктуру и связи, как и вуз головной. Соответственно, если перейти на карточку подразделения, можно также увидеть программы образования, специальности этого факультета, профессии, которые можно получить на факультете. То есть вся инфраструктура так же создана, как и для вуза. Это подразделение вуза, как раз карточка подразделения вуза. А журнал абитуриента финансового университета. Этот журнал, он не просто абстрактный какой-то. Если пользователь подписался на обновление финансового университета, при публикации любой новости, пользователь получит письмо с этой новостью. То есть это живая система. Публикуя новости, вы взаимодействуете со своей аудиторией через подписку. Также живой, можно сказать, календарь абитуриента, где можно размещать в неоткрытых дверей различные другие события, презентации и какие-то конкурсы для абитуриентов, информацию о олимпиадах и так далее. Здесь есть возможность установить напоминания. И система сама отправит пользователю за один день до начала мероприятия напоминание об этом событии. Причем письмо будет брендировано логотипом финансового университета и поступил онлайн. Письмо разработано специально так, чтобы пользователь понимал, какой университет его приглашает вообще моментально и видел логотип. Конечно же, контакты финансового университета, но и уникальный сервис траектории поступления. Этот сервис доступен только при платном размещении, поскольку требует такой серьезной работы аналитики. Мы составляем такую инструкцию для абитуриента, как, собственно говоря, подать документы, когда пошаговая инструкция по подаче документов. Ребята могут подписаться на эту инструкцию заранее, и когда она будет обновлена нами совместно с ВУЗом, он получит письмо со ссылочкой на эту инструкцию. Поэтому это тоже момент коммуникации и взаимодействия с абитуриентами. Отдельно хотел остановиться на калькуляторе ЕГЭ ВУЗа. Не все сайты ВУЗов содержат разные интересные сервисы. Наш сайт позволяет делать такие сервисы в рамках контента ВУЗа в разных средствах. Весь ВУЗ, конкретный факультет, конкретная специальность, конкретный профиль. Также выбор по ЕГЭ в рамках ВУЗа можно делать по профессиям, по специальностям, по программам, по разным-разным основаниям. И также можно проходить тесты в рамках ВУЗа. То есть если вы проходите тест, установив фильтр, настройку по ВУЗу, то все профессии будут показываться только в рамках одного ВУЗа. Ну и, собственно говоря, как выглядит внутренняя часть системы для ВУЗа. То есть понятно, что для абитуриента как выглядит эта публичная часть, а это не публичная часть, то, что скрыто. Она может быть не такая красивая у нас, потому что мы много работали над функционалом, мы пока еще не причесали и не привели в порядок. Но если схематично, можно показать, как выглядит сервис, размещение карточки ВУЗа, размещение образовательных программ, поддержка сотрудников, мы консультируем по различным аспектам продвижения. Есть личный кабинет СВЕП-СРМ, вот траектория поступления в сервис, я уже говорила, есть публикация событий ВУЗа в календаре, публикация новостей и статей в журнале. И есть для платного размещения, приоритетного размещения, 27 мест приоритетного размещения на сайте. То есть ВУЗы, которые оплачивают приоритетное размещение. Кстати, мы берем на приоритетное размещение не более 30% ВУЗов региона. Поэтому для того, чтобы обеспечить им действительно приоритетное размещение, и чтобы они получили больше внимания дитуриентов. Сейчас еще добавляются приоритетные места, Мы постоянно находим интересные решения, чтобы еще повысить внимание к конкретному ВУЗу. Это, собственно говоря, как выглядит блок-схема CRM-системы. Что там есть? Там есть добавление пользователей. Вы можете добавить пользователей с разными правами. И, например, если прием ведется по факультетам, вы можете выделить менеджера факультета и отделить его программы. Он будет отвечать за определенные программы и специальности. И он будет видеть только тех абитуриентов, которые интересуются его программами и его специальностями. Конкретно в подразделении факультета. Можно дать полные права, и он будет видеть информацию всего аккаунта. Конечно же, сердце CRM-системы – это база клиентов и абитуриентов. С огромным количеством фильтров. Эти фильтры можно устанавливать, формировать списки и выгружать списки в Excel. И работать с этими абитуриентами. Заливать их в CRM-систему ВУЗа и сделать какие-то дальнейшие действия. Есть система коммуникации. Ответов на вопросы непосредственно через сайт «Поступи онлайн». Все письма брендированы и даже содержат фотографию менеджера, который общается с абитуриентом. Различные автоматические коммуникации. Цепочки писем внутри есть, которые можно настраивать и которые совершаются в зависимости от определенных действий пользователя. Есть возможность настроить дополнительные действия. Вы видели кнопки на страничках ВУЗа. Эти кнопки – есть стандартный вариант. Есть возможность модифицировать их. Например, задать вопрос. Мы разрешаем такую кнопку вывешивать только тем ВУЗам, которые действительно будут отвечать на вопросы абитуриентов. А те, кто обычно не отвечает на вопросы, зачем абитуриентов вызывать негативное отношение к сайту и к ВУЗу. Мы в таком случае не вывешиваем такую кнопку. Есть различные модификации кнопок, которыми может управлять ВУЗ и регулировать эти действия. Наш сайт также содержит рекламную систему, которая позволяет анализировать эффективность рекламных кампаний. Можно делать рекламные ссылки и смотреть, какие абитуриенты пришли из каких источников. Есть возможность создавать слейндинги. Например, на дне открытых дверей можно быстро создать благодаря этому конструктору красивый лендинг, доступный с мобильного устройства. И, соответственно, у вас уже есть CRM-система, куда будут падать заявки на день открытых дверей. И вся инфраструктура по обеспечению абитуриентами дня открытых дверей у вас есть. Есть, соответственно, рекламная ссылка, вы понимаете, откуда пришли эти люди, из каких источников, какие источники более эффективны. У вас есть лендинг, и у вас есть CRM-система, в которую упали эти люди. И вы можете полностью видеть всю эффективность рекламной кампании. Есть календарь, где вы можете самостоятельно добавлять любые события. И есть статистика, статистика исчерпывающая. Я сейчас покажу экраны, и станет понятно, как примерно выглядит этот интерфейс. Это мы видим клиентскую базу. Клиентскую базу. Фамилия, имя, дата регистрации, социальный статус, родитель, школьник, какого класса школьник, год поступления планируемый, город. Это возможность писать сообщение, если сообщение от него, регистрация на события неоткрытых дверей. И мы сделали такую подсказку вероятность поступить. То есть мы анализируем, какое количество действий. У каждого этого действия есть цена. Например, если ребенок сохранил со статусом «буду поступать», то, наверное, цена такого действия воронки продаж выше. А если он просто сохранил вызбранное, то цена такого действия ниже. То есть, соответственно, мы анализируем, какие действия с вашим контентом совершил абитуриент, какой у них вес, и определяем вероятность поступления этого абитуриента в ВУЗ. И показываем вам в виде такой вот колбаски здесь, да, вероятность выше или ниже. Вы можете, соответственно, анализировать, с каким абитуриентом лучше общаться. Также здесь при регистрации они заполняют форму, где вы четко понимаете, он будет поступать только на бюджет или он готов поступать на платное. Соответственно, вы можете отфильтровать. И если вы хотите увеличить количество абитуриентов именно на платное и поработать с ними, вы можете отфильтровать только тех, кто готов поступать на платное, выгрузить в Excel этот список, передать на обработку, на обзвон, и чтобы приемная комиссия обзвонила этих ребят и пригласила подать документы вовремя. Если абитуриент пишет сообщения, они поступают в отдельный список, и можно отвечать прямо здесь в списке. Не нужно идти куда-то писать письмо. Прямо здесь есть форма для отправки. Вы пишете ответ, нажимаете, и брендированное письмо с вашим логотипом, с ответом, с фотографией менеджера, который ответил, со всеми данными уходит этому человеку прямо из сайта поступи онлайн. Здесь я привела анализ эффективности рекламной кампании на нашем сайте. Как это выглядит, показы, действия, CTR, действия к показам, количество клиентов в базе, какое образовалось. И мы посчитали, сколько стоит контакт, стоимость контакта 46 копеек, 60 рублей стоит клиент. Мне кажется, что это просто потрясающие результаты, потому что 60 рублей можно покупать клик сегодня в контекстной рекламе. Ну и общая статистика, когда вы смотрите, если вы используете для рекламы несколько источников, ну, например, вы сделали лендинг для неоткрытых дверей, запустили в контекстной рекламе, на сайте поступи онлайн, баннер, например, и еще какие-то каналы используете. Вы можете фильтровать, собственно говоря, статистику по каналам и анализировать эффективность канала, какой канал принес сколько абитуриентов, и каких даже именно абитуриентов принес какой канал. Да, это все для бакалавриата и магистратуры, и СПО в том числе. То есть я здесь рассказываю в основном о вузах, но для колледжей абсолютно такие же сервисы существуют. При поступлении через Олимпиады у нас информация пока отсутствует такая. Это сложная информация, я анализировала, как ее внедрить в сайт. Это отдельный проект, надо сказать, и я буду делать это чуть-чуть позже. События, да, то есть вы, когда создаете события, это карточка создания события. Здесь такая есть тонкость, что когда вы, у вас платный аккаунт, в платном аккаунте события можно продвигать не только на собственных страницах вуза, а на общих страницах сайта. То есть, например, если у вас будет день открытых дверей, и факультета экономики, и вы хотите, если у вас платный аккаунт, все пользователи, которые смотрят профили специальности, связанные с экономикой, будут видеть в верхнем правом углу квадратик с вашим днем открытых дверей. То есть он будет динамически и контекстно рекламироваться на сайте. Если же у вас бесплатный аккаунт, будет рекламироваться только на собственном контенте вуза. Конструкция специальных лендингов. Я показала первую форму создания. Она состоит из трех шагов, но вот таких три шага, и у вас получается красивый лендинг. Вот такой. Интернет-аналитика внешних рекламных компаний. Отдельно тоже выделила создание рекламной ссылки. И аналитика по источникам. И фильтрация абитуриентов. Здесь просто показано, как можно отфильтровать, взять какой-то источник, например, Яндекс, и посмотреть, какие именно абитуриенты пришли с Яндекс, какие именно абитуриенты пришли с Гугла, или пришли из какого-то другого источника. Ну и отдельно хочу рассказать о уникальном инструменте, который я сама придумала. Я решила, что мы сделали настройку сайта по вузу, и осталось убрать наш логотип, и у вуза получается классное представительство. И получается модуль, да, вот вы видите в данной ситуации, здесь логотип вуза, а нашего логотипа нет. И, по сути, это просто некая рекламная площадка, система лендингов, а поскольку у вуза, например, не у вше очень много программ, то есть получается, что одним нажатием кнопки мы делаем систему для продвижения, ну, состоящую из десятков тысяч лендингов, что нереально сделать в обычной практике. В обычной практике у сайтов вузов очень такая скупая информация, очень ограниченные возможности по представлению для абитуриентов своих программ. И здесь как раз такая возможность представляется. Но главный секрет этого инструмента состоит в том, что мы проработали семантическое ядро, добились огромного трафика на сайте, и все эти странички имеют правильное семантическое ядро. Что это значит для контекстной рекламы? Для контекстной рекламы значит следующее, что в контекстной рекламе, когда вы продвигаете свой вуз, вы не только конкурируете с другими по ставке, конкурируете по качеству объявления, а в качестве объявления обходит содержание страницы, куда вы отправляете пользователя. И вы начинаете выигрывать качество объявления благодаря качеству контента, содержащемуся на страничке. И это приводит к тому, что вы снижаете стоимость клика очень сильно. Я вам скажу, что я покупаю стоимость клика на бакалавриат по 34 копейки, на магистратуру по 2 рубля. И это при том, что вузы сегодня готовы платить 25-30 рублей за клик аналогичный. Вот это то, что дает вам качество страничек, куда вы отправляете пользователей, качество проработанности рекламной кампании в контексте. Поэтому это уникальный инструмент, который для тех вузов, для кого важна именно лид-генерация, привлечение абитуриентов. Это инструмент, который может с этим помочь. Также я хочу отметить, что наш сайт обладает огромной аудиторией. Это порядка 20 миллионов пользователей в год и 2 миллиона пользователей в месяц. И вся эта аудитория таргетируется не просто интересуется или планирует поступать в вуз. Мы можем сказать, какие странички смотрел конкретный человек, какими специальностями он интересовался. Мы знаем, какие ЕГЭ, какие предметы он вводил в наши фильтры. Мы знаем о нем, какие баллы он вводил в калькулятор ЕГЭ. Мы все это знаем и собираем эти данные. И мы можем настроить ремаркетинг в Гугле и в Яндексе только по нашей аудитории. Вы можете, например, сделать такой запрос, как «Я хочу показать рекламу своей программы образовательной, например, международный менеджмент, только тем, кто на вашем сайте смотрел программы по международному менеджменту, куда входит обязательно английский язык. И мы можем решить эту задачу. Мы можем найти аудиторию в Яндексе и в Гугле, которая смотрела только такие программы, показать вашу рекламу только таким пользователям. Вы не поверите, будут заявки на дни открытых дверей, потому что это очень целевая аудитория. Ремаркетинг по аудитории нашего сайта возможен по таким настройкам тонким, по такому тонкому таргетированию, который не даст вам ни один другой рекламный канал. Здесь вы также видите на этой страничке модуль рекламы финансового университета, на который сейчас мы делаем рекламу ремаркетинга. И вы видите, что подвал этой странички содержит ссылки на сайт ВУЗа. То есть это может быть как вынесенная часть сайта ВУЗа. Здесь идут реальные переходы на сайт ВУЗа по основным запросам абитуриентов. И здесь содержатся социальные сети этого ВУЗа. То есть это реально здесь ничего нету о нашем сайте. Единственное, здесь внизу стоит маленькая надпись о том, что это сделано на технологиях поступия онлайн. Таким образом, рекламный модуль является просто витриной ВУЗа в сети с очень качественным контентом, очень удобным для абитуриентов. Позволяет... Веб-СРМ имеет расширенные функции. Вы можете делать внешние рекламные кампании на такой модуль. У вас появляется персональный менеджер, который поможет все это сделать. и, соответственно, хранение данных в больших объемах для вашего ВУЗа. И вот я здесь рассказывала о том, как здорово делать контекстную рекламу на такой модуль. И почему идет снижение клика. Вот здесь пример. Стоимость клика 1 рубль 53 копейки и стоимость клиента 15 рублей 13 копеек. Получился вот тест для одной из компаний. Спецпроект «Поступай онлайн». В этом году мы решили, что мы должны соответствовать названию нашему сайта. Очень многие ВУЗы уже имеют возможность так или иначе подать документы онлайн. Кто-то по электронной почте, кто-то через личный кабинет абитуриента, кто-то со всеми вопросами, связанными в том числе и с порталом госуслуг, и даже с электронной цифровой подписью, что очень редко на сегодняшний день. Но у всех ВУЗов по-разному построены эти бизнес-процессы. Мы решили популяризировать онлайн-подачу документов в ВУЗы и сделать спецпроект в этом году. Что сюда входит? А к тому же государство, вы знаете, что утверждено 25 приоритетных суперсервисов, которые будут финансироваться государством, и в ближайшие несколько лет появится сервис онлайн-подачи документов в ВУЗ государственный. Уже сейчас Ростелеком прорабатывает концепцию этого сервиса и планирует запустить его уже в следующем году в пилотном режиме. Поэтому вопрос стоит не так, что будет или не будет онлайн-прием в ВУЗ. Будет только онлайн-прием в ВУЗ. Подать документы в ВУЗ можно будет только онлайн. Вопрос стоит только в том, какой будет переходный период с оффлайн-приемом. Оффлайн-прием уйдет вообще, его не будет практически. Он будет в исключительных случаях. Подаваться заявлению в ВУЗ будет только онлайн. Поэтому мы решили готовить пользователей предвосхитить эти события и помочь пользователям уже сегодня сориентироваться в онлайн-приеме. Что такое онлайн-прием? Мы сделали спецпроект. Сейчас он активно верстается и будет запущен в середине мая. Мая, где пользователь может подать предварительную заявку, где будет открыта, соответственно, 20 июня возможность подавать онлайн-заявки. Мы, конечно же, ведем на сайт ВУЗа данной ситуации в то место, откуда пользователь может начать подавать онлайн. И мы делаем очень подробную инструкцию, которая согласуется с приемной комиссией о том, как подаются онлайн-документы в ВУЗ. Также будет сделана возможность бесплатных консультаций приемной комиссии и платной консультации наших консультантов. Почему платные? Потому что мы будем в онлайне по скайпу проверять заполнение документов и инструктировать по правильной отправке. То есть это личное время консультантов. Поэтому в данной ситуации, если оставить пользователя без консультации, то вероятность подачи заявлений онлайн будет очень низкой, потому что очень страшно, очень плохие инструкции на сайтах ВУЗа находятся, очень непонятные. И люди боятся подавать заявления онлайн. Мы хотим сделать все, чтобы они не боялись, чтобы предоставить им возможность это делать в этом году. Также в этом проекте будет такая траектория поступления, вот это этапы принятия решений и движения. Это правильная последовательность действий по поступлению в ВУЗ. Ну и, в общем-то, это все, что я хотела сказать. Давайте буду отвечать на ваши вопросы. Сейчас я пересмотрю их еще раз. Как получают клиенты в ВУЗы? В CRM-системе. В CRM-системе есть, соответственно, возможность видеть своих клиентов и видеть, на каком этапе принятия решения они находятся. Через олимпиады я уже ответила. Сколько все это стоит? Значит, стоит это по-разному для разных ВУЗов. У одних ВУЗов 400 программ, 500 программ, у других ВУЗов 20 программ, 5 программ. Соответственно, ВУЗу, у которого больше программ, трудоемкость таких процессов больше, у которых меньше, а трудоемкость меньше. Потом Москва-Петербург, безусловно, дороже, потому что и аудитория больше. А в городах региональных, соответственно, там большие идут огромные скидки на региональность, больше 50% скидка будет. То есть, соответственно, нужно заказать просто оценку, и мы сможем сориентировать вас. Но в среднем это может идти от 100, где-то 20 тысяч за год до, если это крупный ВУЗ, у которого там 500 программ, у которого бакалавриат и магистратура, это может быть до 500 тысяч. То есть, вот разброс такой примерно от 100 до 500 тысяч. Стоимость размещения на год. Это на год, да, если вы поделитесь на месяц, а у нас есть помесячная оплата. То есть, можно заключить договор на год и платить помесячно. То есть, эта нагрузка на ВУЗ, в общем-то, будет пониже. Так, сколько стоит? Все у вас платное? Нет, у нас не все платное. Вот, у нас мы ставим задачу, ведь мы делаем сервисы для абитуриентов, и поэтому принципиально важно, чтобы все ВУЗы были представлены. Просто вопрос, что ВУЗы бесплатные получают меньше внимания аудитории. Вот, соответственно, мы обновляем контент таких ВУЗов в последнюю очередь. И, соответственно, у нас сейчас, поскольку ВУЗов очень много, мы сделали еще усеченное размещение ВУЗа без образовательных программ, только со специальностями. Вот такой вариант может быть тоже бесплатным. Вот, как правило, все равно мы согласуем размещение с ВУЗом, даже если это бесплатное размещение. Вот, потому что могут возникнуть нюансы, неточности, для того, чтобы ВУЗ был согласен с этим. Но при этом, как бы, вот платное размещение, оно, как бы, просто на порядок более эффективное в любом случае. И каждый ВУЗ уже сам для себя выбирает, нужны ему дополнительные абитуриенты или не нужны. Бакалавриат и магистратура. Да, бакалавриат, магистратура плюс СПО. Отдельный раздел СПО. И колледжи также могут размещать, вот, иметь все те же сервисы, что и ВУЗы. Документы через наш сайт нельзя. Только через... Да, к сожалению, вот, подача через наш сайт, это предполагает стыковку с госуслугами, получением цифровой подписи. И эти процессы государством пока не простроены. Когда государство выпустит такой сервис, можно будет вести переговоры, или даже включиться в этот процесс, чтобы и через наш сайт можно было подавать документы. Это все пока под вопросом. Через вас, через нас, да. Все, все вопросы ответила. Какие еще есть вопросы? Если вопросов нет, тогда я прощаюсь. Всего вам хорошего. Приходите к нам на сайт, пользуйтесь как родители, как профориентаторы. Наш сайт представляет очень большую ценность для тех, кто занимается профориентацией. Очень много инструментов, очень много полезной информации, которым можно повысить ценность консультации по профориентации. Всего хорошего. До свидания. Дорогие друзья, давайте поблагодарим Аллу за замечательный вебинар. Я сам с большим удовольствием слушал, и то количество инструментов, которые предлагает поступи онлайн, меня просто, честно говоря, в хорошем смысле этого слова шокирует. Ну что ж, коллеги, я благодарю вас за то, что вы пришли и поучаствовали в вебинаре, задали свои вопросы. Я надеюсь, что если кто-то из вузов не смог это посмотреть, сможет посмотреть на записи, которая появится, я надеюсь, в ближайшие, ну, может, сегодня вечером или завтра на нашем видеоканале. Если кто-то был от вузов, но не от приемной комиссии, то я рекомендую эту запись про рекламировать коллегам из приемной комиссии или с тем, кто занимается продвижением вуза и так далее. Ну что ж, я тоже прощаюсь. Всего доброго. До завтра. До новых встреч в Директ Академии. До свидания. Приходите на наши вебинары. Вам будет интересно и полезно. Всего доброго.